Работа с текстом Работа с текстом Это одна из самых серьезных проблем служителей игнорирования работы с текстом И сегодня, к сожалению, можно быть проповедником не занимаясь углубленным изучением текста Вот часто мы видим, ну брат просто хочет проповедовать Он не хочет заниматься работой над текстом Но это ненормально Если ты хочешь проповедовать, ты должен серьезно заниматься с текстом Ты не можешь игнорировать то, что хотел сказать автор что он изложил уже в Библии Иначе ты будешь проповедовать свое слово, а не слово Божие А в лучшем случае ты не сможешь извлечь всего богатства текста из проповеди Чем больше ты работаешь над текстом, тем больше богатства ты сможешь извлечь из него Не знаю, встречали ли вы вот такую картинку Хочу вам показать, задать вопрос Вот сколько вот в этом рисунке, на этом рисунке квадратик 20 20 Так 16 Вникаем, еще думаем 16, 17 Так Еще больше И еще 4 Кто больше? И еще плюс 4 21 Еще 4 22 Еще один 25 22 Ну уже дальше пошло Видно, что А еще вот так 2 27 В начале 2 29 Да Видите, чем Когда сразу посмотришь на него 16 Первый такой взгляд 4 на 4 16 Поспешный Когда начинаешь думать Появляются мысли Еще, 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 еще Ну давайте посмотрим На самом деле Иногда даже студенты заходят До того, что говорят Больше, чем есть Уже начинают так вдохновляться Но не будем говорить больше Вот Сколько Первое Вот 16 Да Мы правы Потом Большой 17 18 Это тоже квадратики Потом Вот эти 19 20 Вот такие вот квадратики Вот этого типа Да Видите, да Потом Вот эти квадратики 23 24 25 26 Потом 27 28 29 30 Вот Ясно То есть То есть здесь Ну Не знаю Может быть еще больше Можно было бы найти Если бы так поискали Глубже Но 30 квадратиков точно есть И Я это Использую как иллюстрации Для Текста Когда мы читаем текст Ну вот просто прочитаем Впервые Мы можем не заметить Всего что содержится в тексте Мы так посмотрим Мельком Посмотрели А все Текст прочитали Вот А на самом деле в тексте Столько благословений Столько разных мыслей Вот И надо углубляться в текст И когда мы начинаем углубляться Когда мы начинаем разбирать Когда мы начинаем разбирать Каждое слово Блаженные Это такое богатое слово Нищие А что такое нищие Почему не бедные Чем они отличаются от бедных Нищие Духом Не просто нищие А нищие духом Что значит быть нищим духом Ибо Тоже большое слово Очень много значит оно в Библии Особенно в посланиях Ибо Ибо И так Или ибо Очень часто используют Показывает Что будет Какий будет результат Они Вывод Утешатся Интересно Вывод Утешатся А кто их утешит А потом мы еще копнем в греческий Скажем О там написано в медиальном залоге Там на самом деле Буквально означает Они будут утешены А кто же их утешит Если они будут утешены И вот каждое слово Богатство 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 И вот чем больше мы работаем над текстом Тогда мы Больше и больше постигаем Проповедь должна иметь Своим единственным источником Священного Писания Проповедь извлекается из текста Посредством тщательного экзогетического исследования Процесс подготовки Верно интерпретирует Писание Проповедь ясно объясняет Первоначальное Определенное Богом Значение Писания Проповедь Применяет значение Писания К практической жизни Сегодня То есть проповедь Хороша настолько Насколько Хорош анализ Проповеди Разбор текста Чем глубже Анализ Тем Лучше Будет проповедь Чем больше мы поработаем С текстом Вообще Это Целая отдельная наука Кто из вас проходил уже Такой раздел Как герменевтика Или курсы такие Проходили братья Да Вы знаете уже В чем дело Потому что это Отдельная Сфера Есть очень хорошие книги Вы наверное читали Книги такие как Как читать Библию Видеть всю ценность Читаю Да Помните эту книгу Потом есть Верклер герменевтика И некоторые другие книги По разбору Библии Очень Очень хорошие Полезные книги Прежде чем работать Над проповедью Надо поработать С текстом Прежде чем мы станем Излагать проповедь Надо над текстом Поработать Я хочу сегодня Только кратко пройтись Такой краткий Скажем так Часовый Часовой курс Герменевтики Напомнить Вам об основных Моментах Вот Тем кто Будет нас слушать Об основных моментах Разбора Перед тем Как мы начинаем Работу с текстом Вот Вы помните Вот эти моменты Историко-культурный Анализ текста Лексический Лексический анализ Текстов Даже я сейчас Здесь Их изложу И так кратненько Напомню Вы мне напомните Мы пройдем Вместе с вами Ну Первое Это Историка Так Что у нас идет Можно больше Говорить еще Об этом Но остановимся Пока на этом Так кратненько Пройдем Историко-культурный Анализ текста Первое Что мы делаем Мы исследуем В контексте Историко-культурный Контекст Да Стараемся найти Ответ на вопрос Что значил Текст для Автора И для его Аудитории Что это Значило Как это Потому что Слово Божие Передавалось В истории Оно может быть Понято В свете истории Только И невозможно Иначе понять его Пока мы не исследуем Исторический фон Вот то есть Мы исследуем Историю Географию Скажем Иисусу Надлежало Пройти через Самарию Почему Мы сразу Достаем карту Смотрим Как Иисус Мог идти Вообще Каким образом Можно было Пройти Из Иудеи В Галилею Или Почему Данил Стал третьим По царе А не вторым Мы изучаем Политический контекст Или Почему не нужно И нельзя варить Козленка В молоке матери И мы смотрим Что это значило В хананейской религии Почему были эти запреты Почему люди Раздирали одежду Что это значило И посыпали пеплом голову Почему в книге Руфь Родственник должен был Передать сапог Что это означало Это означало Что он передает Право хождения По земле Сапог Это право ходить Вот мы изучаем Этот контекст Для того чтобы Лучше понять Что происходит Мы изучаем Исторический контекст Например Когда мы читаем Год смерти цара Озии Исайя 6 глава Помните С чего мы начнем Мы сразу же Книгу царств Сразу перелистаем Книгу царств А что было Что такое царь Озия Вообще А что случилось Вот если он умер Что это было И мы сразу выясняем И у нас совсем другое Богатство Проповеди Мы мысли находим Сразу Или книга откровения Мы читаем Вавилон Вавилон А что такое Вавилон Вавилон скорее всего Это ссылки на Рим Вот такое образное значение Потому что к тому времени Вавилона как такового не было Это ссылки на ту столицу И вот мы изучаем В свете откровения В свете истории Кто такие Николаиты А что такое За сборище сатанинское В Смирне Или престол сатаны Пергами А мы сразу достаем Баркли Да Комментарии И листаем и смотрим А что там Баркли Объясняет об этом Историко-культурный анализ Текста делаем Исторический анализ Или Ладикийская церковь Ты говоришь Ты не холоден И не горяч Вот мы сразу изучаем Где была Ладикия Где были колоссы Где был Иераполь Почему там была горячая вода Где-то в Иераполе А в Ладикии Ни холодная Ни горячая Потому что эти источники Пока они доходили До Ладикии Они остывали Эти горячие Иерапольские источники И вода была такой соленоватой Теплой Неприятной Хотелось ее выплюнуть Просто как только попробовал И такие же христиане были И хочется выплюнуть Образно говоря И вот Это изучение Вот этого контекста Настолько обогащает Нашу проповедь Ну просто не передать Насколько это важно Для богатства нашей проповеди Согласитесь Вот когда мы просто Немножко-немного Хотя бы затронем Исторический контекст Или скажем Географический контекст Вот когда мы изучаем Книгу Исход Как можно без географии понять А когда мы смотрим Египет Израиль Так можно было бы за 10 дней дойти Даже быстрее 11 Да 11 дней В расстоянии 11 дней пути Да написано во второзаконии Шли 40 лет Они 40 лет шли Что случилось Вот и мы смотрим на карту Видим вот это хождение Оброждение Вокруг этой горы Они ходят и ходят И мы лучше понимаем Изучаем географию Вот и другие книги Книга судей Очень важная география История Книги царств Да даже деяния Скажем Путешествие апостола Павла Вот когда смотришь на географию О как апостол Павел путешествовал И без машины Без самолета Вот И в воде И под водой И от разбойников Где только ни было Сразу же другая картина вырисовывается А скажем Знание зоологии Вот если мы Псалмы читаем Господь пастырь мой Разве Не полезным Изучить Было бы изучить Вот это пастушество И Что такая овца Вообще В Израиле Что это значило Мы читаем Ты приготовил передо мной Трапезу Ввиду врагов моих Ну Сразу такой В нас Картина рисуется Как будто бы Свадьба И такой хороший стол Я был в Грузии На свадьбе одной Там ставили В три этажа блюда Все носили На те блюда Уже ставят новые На те еще новые Ну Это свадьба Люди должны были показать Что они не хуже других И вот такое чувство Ты приготовил трапезу А на самом деле Это другое Если прочитать Историко-культурный анализ Что значит Для овцы трапеза Пастух Прошелся по полю Он вырвал Где-то эти ядовитые растения Там змеиные норы Змей надо выгнать Там коршуны И Другие птицы Хищные Летают Они хотят Маленького ягненка Где-то Надо наблюдать за ними Там шакалы и гиены И волки Где-то по пещерам Прячутся Вот А овца Спокойно ест Вокруг Везде Везде Ее враги Со всех сторон Враги смотрят Но пастух Кто позаботился Пастух Сохранил Пастух заботится Охраняет от всех Хищников Которые вокруг И совсем другая картина Когда мы понимаем Вот это благословение Которое Овца получает И которое мы получаем От бога Трапезу Ввиду врагов моих Поэтому мы изучаем это Или когда мы изучаем Смоковницу Смоковница завяла Мы тогда берем И изучаем Что такое смоковница Что там росло Как оно Все это происходило Мы изучаем Культурный контекст Как можно проповедовать Не зная культурного контекста Скажем Как понять Мы читаем Книгу Искот 16 глава 36 стих Гамор же есть Десятая часть Ефы И всегда Когда я читаю Этот текст Я думаю Ну я объяснил Я не Ефа неизвестно Не Гамор Гамор же есть Десятая часть Ефа А что такое Ефа И мы изучаем Ефа там 22 литра Гамор там 2,2 Одна десятая часть Примерно Вот Или Другие какие-то детали Таланты Кто сколько кому должен То есть это Очень сложно понять Без изучения Историко-культурного анализа Поэтому Ну Просто напоминаем себе Надо изучать Историко-культурный анализ Братья Вот для этого Хорошо читать Тот же Барклик Скажи полезен Другие какие-то книги Есть сейчас новая книга Историко-культурный комментарий На Новый Завет На Веткий Завет Такие толстые книги хорошие Можно их использовать Энциклопедии Даже такие энциклопедии Ньюстрома Никифра Есть такие старые Хорошие энциклопедии Они будут очень гелея Очень полезны для изучения Очень будут полезны Поэтому исследуем Историко-культурный контекст Особенно когда мы изучаем Веткий Завет Вот некоторые притчи И другое Видеосеминария ТВС Благотворительный проект Наш общий вклад Обеспечит доступное Христианское образование И формирование Сотен служителей По всему миру Поддержите наш проект Молитвой и финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Конечно контекстуальный анализ Это второе Это наверное еще более важно Даже если нет никаких Справочников Комментариев Мы изучаем контекст Это очень и очень важно Скажем Если бы мы читали Обычную книгу Вот вы бы взяли Любую художественную книгу Прочитали бы В середине Две страницы И начали бы толковать Вы бы истолковали неправильно Если бы вы не знали Начало и конца Любую книгу возьмите Светскую Не обязательно Библию Любую книгу Или статью Возьмите вот Мою проповедь Можете взять в середине Вот здесь в книге Найти какой-то отрывок И его раскритиковать Но надо прочитать Что я говорил до того И после того Чтобы прежде чем критиковать И это же верно В отношении к Библии Контекст Связь Контекст Это связь с текстом То что было до текста И то что было в тексте После него И здесь мы разные уровни Контекста исследуем Мы исследуем Контекст всей Библии Скажем Как нам без контекста Всей Библии Понять книгу Экклесиаста И человеку Одно лучше Читой скоту Что такое Надо Библию всю читать Экклесиаст Это только часть Библии Экклесиаст Не выражает Всей идеи И всех вопросов спасения Или мы читаем Впрочем Спасется через чадородье И начинаем проповедовать О спасении Через деторождение Чем больше Тем надежнее спасение Надо читать всю Библию А через что спасение Все-таки Каким образом Часто мы проповедуем Богословие одного стиха Вырвали какой-то текст И все Начали говорить об этом А что говорят другие Особенно вот в вопросах Кальвинизма Арменианства Вот один стих Кто-то без брания читает Кто-то другой наоборот А погибли Читаем всю Библию И то и другое мы находим И мы удивляемся Путям Божьим в спасении Надо читать всю Библию Потом контекст Отдельного автора Например Контекст апостола Павла Контекст отдельной книги Вот Взять тоже родословие Христа Вот вы замечали это И знаете Об этом слышали Вот у Матфея Одно родословие Христа У Луки Начинается с Адама Иначе идет родословное Христа У Марка нет родословной А у Иоанна Совсем другое Вначале было слово Почему? Потому что разные цели В книг Матфей говорит о Христе Как о царе Еврейском царе Поэтому родословное Матфея начинается откуда? От конца С Давида От конца идет к Давиду Первому царю И к Аврааму Первому еврею Лука говорит о Христе Как о человеке Поэтому родословное Луки Доходит до Адама Потому что Христос человек И она там идет через Марию Там немножко другие имена Кое-где Или Марк говорит о Христе Как о слуге Поэтому нет родословной А зачем она слуге? Кто такой слуга? Ему не нужна родословная А Иоанн говорит о Христе Как о Боге Поэтому у Иоанна Совсем другая родословная Вначале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Мы изучаем контекст То, что написано во всей книге Ну и конечно Мы изучаем непосредственный контекст То, что сказано до того И после того Вот в книгах Например Когда особенно послания Мы читаем римлянам тоже Знаете, насколько сложно понять Некоторые тексты Обязательно надо изучать Что было до того сказано Что после того Чтобы понять Что значило слово плоть Что значили другие слова В разных текстах Когда мы читаем Карифеном Все мне позволительно Но надо прочитать Что апостол Павел говорит Не все полезно И прочитать Что дальше апостол Павел говорит Оказывается И доложертвенное Нежелательно Оказывается Блуд непозволителен Оказывается Споры тяжелые С бежут братьями Непозволительны Так все ли позволительно Нет, не все Но надо читать все послание Контекст Вот и Очень важно изучение контекста Ну и Прежде чем Мы закончим этот раздел Небольшой Лексический анализ текста Несколько слов хочу сказать Ну это тоже Что вы уже замечали Слова имеют свое значение В контексте часто Часто слова можно понять Только в контексте Вот когда мы Встречаем Люди между собой Говорят Скажем Ну разные слова Даже в контексте Когда мы говорим человеку Ты зеленый Еще зеленый Что это значит Если вырвать из контекста Можно подумать Что он позеленел Или от злости позеленел Или он покрасился Зеленым Или мы имеем ввиду Что он молодой Но надо изучать контекст Или студент говорит Друг другу говорит Ты сдал Сдал Кого сдал Кого-то кому-то сдал Или там сдал деньги Или сдал экзамен Или квартиру сдал Или квартиру сдал Контекст Контекст нужно Поэтому слова мы Поздаем в контексте Вот и здесь Очень важен Лексический анализ Слова Конечно хорошо Когда мы еще знаем И греческий немного Вот Лютер говорил Кстати о том Что проповедникам Неплохо бы знать Греческий и еврейский Вот Например Потому что в библии В русской Некоторые греческие слова Одни и те же слова Переведены Разными русскими Например Блуд и любодеяние В греческом Это одно слово А нас разными переведены Или наоборот Разные Греческие слова Переведены одним Например Слово совершенное В библии часто В новом завете встречается А в греческом Это разные слова И в результате Иногда могут быть Непонимания Ну надо изучать В контексте Впрочем Даже если вы Не знаете Греческого Еврейского То Если вы знаете Контекст То лучше всего Вы слово узнаете В контексте Когда вы Разберете Что написано До и после того Например Послание Колоссиным Есть интересный отрывок Вторая глава Вторая и третья Там слово мертвый Упоминается Четыре где-то раза В разных значениях Первое Мертвый До того как мы пришли К Богу Второе Когда мы пришли К Богу Мы умерли для греха Мы мертвые Но уже для греха Потом дальше Послал Павел Поддержите ТВС Молитвой и финансовым Не рассчитывайте Что пожертвует Кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты Перестают существовать Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте 3w tv-seminary.com Очень важно Много проблем было Из того что студенты Пренебрегали изучением Лексического анализа текста Будем заниматься Анализом Позже мы скажем Еще немного Об образном языке Конечно Было бы время Я думаю Вы наверное Герменевтика Говорили о синтаксическом анализе Как исследовать Текст Структура Глагол Подлежащее Сказуемое Вот это уже тоже Надо углубляться Заниматься Кто является субъектом Действия На кого он воздействует Что кто делает Структура очень важна Говорит ли человек О прошлом О расстоящем Или о будущем Вот Там если написано Исполняйтесь духом Что это значит Это мы исполняемся Или кто-то нас исполняет В каком это времени Говорится В продолженном Это значит Постоянный процесс А не просто Исполнитесь Вот такие детальки Казалось бы Они важны Не исполнитесь А исполняйтесь Делайте это постоянно Вот Бог вас исполняет Духом Святым И смотреть в греческом Это такой Медиальный залог Это значит Не просто вы исполняете Кто-то вас исполняет Ну и так далее Вот это будет Благословение Продолжительное действие Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok